друзья всем привет с вами татьяна сейчас я вам буду рассказывать про свою рассаду как она себя чувствует как поживает как растет и что я планирую посадить сейчас вам все расскажу покажу приехали с дачи и первым делом я конечно побежала к своей рассаде сумки побросала и бегом к рассаде смотреть как она себя чувствует потому что когда мы уезжаем здесь никто у нас в квартире не остается и соответственно не поливаем ее подсветку не включаем то есть она такая сама по себе но давайте посмотрим это у меня все питунка посажена вот такая вот питунья 10 дней назад я вам показывала вот эти вот две мисочки такие в которых питания посажена silver помните какие они маленькие были 10 дней назад вот такие вот маленькие как вот эти были совсем малюськи и вот прошло 10 дней подсветку у меня я вам рассказываю обычная светодиодная лампа смотрите какие они уже выросли вот собираюсь их сегодня уже по стаканчиком определить распекировать все потому что нет работы же тут и на немножко тесно ну а вот смотрите они уже ничего не вытягивается как некоторые думают ничего не вытягиваются смотрите какая она крепенькая все получится такие вот настоящие листочки у нее ничего не вытянуто ничего все хорошо это сейчас вам 2 покажу тоже смотрите какие вот она моя умничка очень люблю питания на очень радует вот такая красотка и причем вот я же уже вам сказала что когда мы уезжаем даже она вообще тут без подсветки остается у меня хоть и окошки все на солнечную сторону на юг но сами видите у нас солнышко нас не балует зимой очень редко солнечная погода поэтому надеяться только на солнышко не приходится вот приезжаем я сразу бегу сюда смотреть проверять как себя чувствует рассада не пересохла ли как она нет ничего не пересыхает то есть достаточно нормальный такой вот полив ну чтобы конечно никакого болота не было просто вот нормальная влажная земля и вы знаете спокойно хватает на два-три дня могут уезжаем на дачу вот смотрите она вся все хорошо ничего не засохла вот а это вот то что маленькая это вот мы сажали вместе с вами 10 дней назад то есть она вот за 10 дней проклюнулась и уже такие вот листочки тоже еще немножко она в этих контейнерах у меня побудет и буду ее пикировать вот такая вот а это вот прям сегодня надо обязательно уже по стаканчиком определить потому что петуния любит когда большой объем у нее у корней она лучше растет от этого лучше развивается вот потом уже где-то через недельку можно даже какую-то первую подкормочку небольшую ну что-то такое вот для рассада слабенькое какое-то удобрение что-то можно лишним не будет петуния любит это дело вот сейчас вам покажу чай тут посадила пакетики ну вот то что я здесь сажал я вам рассказывал здесь в основном у меня джаконда разных расцветов серия джаконда посмотрим с нами с вами уже летом как она красотка будет а вот здесь вот тоже видите у меня под пакетами вот большие контейнеры под пакетами это у меня посажена серия мини-белла тоже вот смотрите какие окраски сейчас вам покажу такая вот синие мини-белла розовая с глазками вот тоже красивая и мини-белла сакура или сакура ну как правильно и обязательно белую еще взяла мини-беллу потому что пела это все всюду во все композиции да и как самостоятельно тоже красиво вот мини-белла очень советую прямо для кашпо чем они хороши она собственно как вот и мини-белла также джаконда что они имеют они имеют мужской ген стерильности и у них очень продолжительное цветение это итальянская селекция они непрерывно и обильно цветут с весны до поздней осени и каскадные побеги они настолько ветвятся хорошо настолько держит дождливую погоду хорошо то есть после дождя они не превращаются в какие-то тряпочки то есть она также держит свой цветок очень хорошо и и не нужно постоянно обрезать вот то есть благодаря гену мужской стерильности что джаконда что мини-белла они очень хорошо в кашпо не нужно постоянно бегать их обрезать прищипывать формировать она даже вот сама по себе очень хорошо формируется очень меня радует эта петуния так что вот показала вам какая петуни у меня посажена будем летом с вами смотреть как она будет цвести надеюсь что порадует по пути сдачи заехали в озон сейчас вам покажу что я в озоне купила очень полезная вещь взяла вот такую вот ленту вот для подвязки растений на озоне заказала значит она стоит вот этот вот набор из четырех штук вот так вот она выглядит 4 рулончика каждый рулончик по 20 метров то есть всего нас получается 80 метров и стоимость у нее 285 рублей за 4 рулончик вот за весь этот набор я честно скажу что такой ленты я не пользовалась пользовались немножко другой белый это вот зеленая мне кажется на буду аккуратно будет выглядеть вот я уже открыла упаковочку сейчас вам покажу что она из себя представляет то есть вот такая вот она и что это такое это лента из такого материала как вот укровной материал спамборд вот я его распечатала как она была вся запечатана полиэтиленом вот такая вот лента читала отзывы некоторые пишут ой такая слабая такая хриппенькая вы знаете ничего подобного лента очень крепкая очень вот прямо ее я ее пыталась вот потянуть порвать ничего не получается то есть она не рвется она прям вот очень плотная очень крепкая рекомендую мне понравилось и она такая мягкая то есть очень удобно будет подвязывать томаты я взяла для подвязки томатов и и даже не знаю наверно 4 рулона мне хватит 80 метров надеюсь что хватит просто думаю может быть еще одну заказать один такой набор очень понравилось мне можно какие-то другие растения огурцы подвязывать все что угодно и стебель не будет у растения перетираться перегибаться потому что она очень мягкая такая вы знаете достаточно прочная прям вот прочность прям то что надо понравилось мне вот что я еще взяла вазон конечно же сказала семена тоже вот их получила семена конечно не дешевые но я больше таких семян нигде магазинах просто не видела где смотрела ним не попадались очень хотела взять лаватеру прошлом году я и сажала очень она мне полюбилась очень красиво растет примут советую только не по одной блин очки сажайте осажайте прям вот несколько штучек пучочек такой раз и посадили в одну луночку